Геометрия сельского хозяйства хорошо видна с воздуха. Зеленые квадраты, четкие линии, бескрайние поля. И что самое главное, ни одного брошенного и пустого куска земли. Наметанным глазом губернатор вместе с учеными оценивает посевные площади региона. В крае уже идут весенние полевые работы. Засевать яровые ячмень, пшеницу и горох начали на две недели раньше обычного из-за хорошей погоды. Вердикт экспертов – 90% увиденных полей, в том числе и с озимыми, в отличном состоянии. Пролетев над зерновыми просторами, губернаторский вертолет приземляется в поле Курганинского района. Вместе с фермерами и сотрудниками НИИ Александр Ткачев оценивает аграрное будущее, которое закладывается в почву уже сейчас. По сути, это первый год, когда кубанские поля засеиваются в условиях продуктового эмбарго и запрета на ряд западных товаров. Сейчас часть в крае грешат глубокой заделкой. И это снижение сразу урожая. Здесь же замечательно. Корневая система мощная. То есть все для того, чтобы получить максимальную расширь. Равномерная глубина. Я думаю, что это поле на 90 центов. Очень важно сейчас соглашаются с губернатором механизаторы и агрономы переходить на отечественные семена и технику. На эту посевную возлагают большие надежды, не скрывает глава региона в разговоре с работниками. Видно, что вы заботой относитесь к своему предприятию, хозяйству. Это, в общем-то, то, что нас кормит всех, непосредственно вас. А из таких предприятий, из тысяч предприятий состоит экономика нашего края. Значит, и работают миллионы людей, и у каждого есть движение. Собрать не меньше урожая, чем в прошлом году, сегодня для Кубани больше даже не экономическая. Политическая задача, говорит Качев, уже на краевом совещании с аграриями. В зале Курганинского дома культуры собрались больше полутысячи человек. Главы муниципалитетов, фермеры, агрономы, селекционеры и банкиры. На заседании дают старт весеннему севу и расставляют главные приоритеты АПК. Я смотрел с воздуха вместе с коллегами, с учеными. Мы несколько районов, практически третью часть края. В большинстве своем, процент на 75 посевы, всходы выглядят прилично. По опыту знаю, что, конечно, сейчас главное не упустить момент и провести работы своевременно, по уходу за посевами. В прошлом году мы с вами собрали приличный, если не сказать рекордный урожай, 13 миллионов. И сегодня страна ждет от нас более сильного урожая. Все хотят, чтобы мы прибавили, все хотят, чтобы мы больше получили зерна. Потому что ситуация не везде в территориях, регионах, она достаточно стабильна. Урожай не будет таким щедрым, таким рекордным по всей стране. Без поддержки сохранить такие темпы будет сложно. Поэтому даже в кризис сворачивать объемы финансирования аграрного сектора в регионе не намерены. Поддерживать рублем краевые власти в первую очередь станут растеневодство. Деньги выделят на строительство теплиц, на увеличение площадей орошаемых земель и под создание новых садов. Без внимания не оставит и животноводческую отрасль. Для этой категории также предусмотрены меры господдержки, рассказывает министр сельского хозяйства Сергей Горкуша. На что прежде всего направлены средства? Первое, то, что сегодня несвязанная поддержка, или как мы ее называем, пагектарка. Миллиард девятнадцать это средства федерального бюджета и двести восемьдесят миллионов это средства краевого бюджета. У нас очередной транш идет, это деньги на молоко. Первый транш, чтобы все понимали, 79 миллионов рублей на молоко. Следующий транш по молоку 462 миллиона рублей. Да, меньше к уровню предшествующих лет, но это самая большая цифра по молоку в Российской Федерации, в Краснодарском крае. Миллиард двести у нас идет мер государственной поддержки, это инвестиционные и краткосрочные кредиты. Что касается помощи в развитии зерновых культур, край, как и прежде, будет вкладывать дополнительные средства в закупку новой современной техники. Как и в прошлом году, в 2015-м на комбайны и тракторы планируют потратить до 8 миллионов рублей. Новая технология не просто дань моде, а от современных машин напрямую зависит качество уборки зерна. Ведь в нынешних условиях все работы в полях должны быть строго выверены, считает глава региона. Экономическая выгода сейчас напрямую зависит и от научного подхода, в том числе и от сроков сева. Высаживать сои и кукурузу аграриям рекомендуют уже в ближайшие дни. Кукуруза становится ключевым продуктом. Коллеги, мы научились уже почти каждый год стабильно получать за 50, это, можно сказать, второе зерно. Сроки сева, кукурузы и других промышленных технических культур. Насколько мы должны их или влево, или вправо сдвигать, с учетом погоды. Никакой затяжки быть не должно, однозначно, для этого года. Без всяких опасений, коллеги. Сроки у нас и получаются, Александр, они смещаются где-то почти на две недели, чем традиционные сроки были. Несмотря на скачки валют, Куба не обеспечена семенами на все 100%. Но при этом остро стоит вопрос о том, что большинство из них сегодня импортные. Только за последний год регион переплатил около 2 миллиардов рублей за семена подсолнечника и кукурузы. Еще больше это сумма за сахарную свеклу. Чашу весов необходимо склонить в сторону российской селекции, ставит задачу губернатор. Кубанские ученые, в свою очередь, говорят, что уже сегодня могут предложить свои отечественные сорта, которые ничуть не будут уступать по урожайности импортным. Урожайность в хозяйствах, в принципе, она не зависит от того, какой используется сорт, отечественный или иностранный. У нас неограничены сейчас возможности по производству гибридных семян подсолнечником в Краснодарском крае. Мы призываем крупных держателей земель, крупные агрохолдинги, крупные просто хозяйства. Давайте вместе обеспечим вас семенами. Это будет гораздо дешевле, это будут качественные семена. Мы приглашаем вас к государственно-частному партнерству. Государство вложило деньги в нас, в отечественную науку. Мы создали гибриды, создали сорта. Мы готовы совместно с вами производить семена для того, чтобы удешевить вашу продукцию. Я, естественно, сделал поручение. Мы сегодня утром еще, так сказать, и когда летели, и прорабатывали вопросы технического воплощения. У нас нет другого выбора, коллеги. Семена должны быть наши, отечественные, кубанские. Тогда будет уже и другая экономика, и другие возможности. В условиях импортозамещения аграрный сектор становится одним из основных драйверов экономики Кубани, напоминает Качев. А значит, есть возможность обеспечить собственную сельхозпродукцию не только регион, но и большую часть страны. Ситуация на рынке продовольствия, она в любом случае в нашу пользу. И все ждут. Есть еще дефицит производства отечественных товаров. Поэтому, конечно, между Ростовом, Межкраснадским краем, Старополем, другими территориями идет конкурентная борьба. Кто будет замещать? Конечно, я считаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы найти себя, выйти на новые рынки и, конечно, создать новые продукты. Призываю вас, коллеги, во что бы то ни стало. Не снижать плодородие почвы. Может быть, ограничиться в каких-то покупках техники, безусловно, затратных вещах. Их, может быть, отложить на 2016-2017 год. Сохрани производство. Это сегодня важнейшая задача. Где-то воспользоваться инструментами наших банков. Где-то, естественно, изменить издержки. Мы должны сохранить себя, сохранить производство людей. Уже сегодня на Кубани засеяны больше полутора миллионов гектар земель. Половина от всей площади. Однако впереди у аграриев еще большая работа, результатом которой должен стать новый рекорд в 14 миллионов тонн зерна.